Так, Андрей Иванович, приветствую! Здравия желаю, Сергей Иванович! Я правильно вычисли? Так точно, да. Я просто в прошлом человек военный, поэтому здравия желаю, так точно, это мое нормальное. Вот ты сейчас поиграл, рассказал нам историю, конечно, ну вот коротко, еще раз коротко, значит, как к баяну пришел, как к нам занесло. И сразу скажу, просто вот человек нас убил своим желанием научиться играть на баяне. И поверьте, три года, да? Три года ни нот, ни учителей в помощь интернет и очень огромное желание. И просто можно заслушаться. Это я честно, откровенно говорю. Так, ну скажу следующее. Всем привет, пользуясь случаем, так сказать, знаю, что Сергей Сергеевича многие смотрят. И забегаю вперед, скажу сразу, рекомендую. Хочу передать привет Сезону Сергею Ивановичу, который, так не сказать, непосредственно меня подвиг на этот инструмент, потому что он как бы компетентен в этих вопросах. Услышал тоже, как играли, я вот говорю, хочу баяну, говорит, вот попробую мастер. Довольно-таки недорогой, но вполне, так сказать, по своим функциональным возможностям, так сказать, ничем не уступает дорогим и хорошим баяном. Ну вот я столкнулся, так сказать, с вельдмастером. До этого я играл вообще на таких баянах, как типа Этюд. Ну, как бы, конечно, Этюд с таким баяном сравнивать. Я его попробовал. Естественно, был в него, так сказать, мягко говоря, влюблен. Этюд тоже хорош где-нибудь на рыбалочке. В бане, в бане, у нас в бане. Ну да, я как бы далеко не рыбалок. Ну, начал я искать этот баян. Нашел себе в Орловской области, в Щеграх там такой. Ну, баян, конечно, стоил довольно-таки дорого, но был в очень, так сказать, убитом состоянии. Данный баян я нашел на Авито, тоже купил, и в Нижнем Новгороде. Конечно, мысли были всякие. Я человек прошлого военной, как я уже сказал, и я как бы не сталкивался с этими покупками в интернете и так далее. Мне как, например, вот я вижу баян, я купил, поэтому я в Щеграх смотрел, где угодно смотрел, но не мог найти, как ни в Нижнем Новгороде. Тоже хочу сказать спасибо Николаю, который меня, так сказать, проконсультировал, сказал, купил я этот баян у него, он мне по почте деловые линии переслал. Ну, и начал я на нем играть. Конечно, я далеко, я не знаю ни одной ноты, я не знаю. Я вот, как, например, слышу, так и играю. Ну, понимаю, что, например, меха здесь были, да, в плачевном состоянии, в плане того, что они, например, свистели, пропускал воздух. Компрессии не было. То есть он был, в принципе, он был нормальный, то есть играть на нем можно было. И для такого игрока, как я, ну, так сказать, исполнителя, он мне был в радость. Но потом я начал наигрывать, я стал понимать, что да, вот что-то надо с ним делать. Я посмотрел, как бы вот по клавиатуре, вроде ничего, все регистры работают, ну, еще и в добавочек кнопочка отвалилась, там у меня, думаю, так, надо что-то с этим товарищем делать. Я начал искать у себя по месту жительства в Орле. Нашел я там себе мастера, там вот смешная такая история, захожу, там ремонт обуви, а рядом написано, мастерская там музыкальных инструментов, вот так далее. Я подхожу, я говорю, вы можете мне баян сделать? Да, я говорю, а что вас там интересует? Я говорю, мне как минимум надо меха поменять, поскольку я, ну, не понимаю, что, ну, знаешь, меха, например, надо поменять. Ну, привозите, посмотрим, там, я говорю, а цена вопроса сколько? Ну, не буду скрывать, ну, от трех до пяти тысяч, думаю, что это, мне кажется, он, типа, какой-то керзовый сапог там поставит, типа того. И нет, я начал искать в интернете и так далее, читать отзывы у этих баянистов, довольно-таки процедура была долгая. И вот я нашел Сергея Сергеевича Баландина, который, так сказать, позвонил, поговорили. Было все предельно ясно, прозрачность, еще раз обращаю внимание, тех, кто там переживает что-то. Естественно, я сам с Орловской области, ехать в Москву, везти баян куда-то непонятно куда, если, грубо говоря, его можно сейчас подделать, там, ну, мошенников, извините, конечно, полно. И вот так вот на это я сталкивался, думаю, ну, все равно баян, тем не менее, надо делать. Начал смотреть, я вам очень много про него смотрел, про Сергея Сергеевича, группу, я смотрю, он работает, он выкладывает, и то есть я вижу постоянно, лента идет, там, то, что он работает, вижу, что у него люди работают, что к нему обращаются, и не просто там какие-нибудь там рядовые баяни и так далее, я вижу, вот у него на стене здесь, к сожалению, вам не видно, но у него там много известных людей делают. Ну, я как бы созвонился, привозите, Андрей Иванович, все вам сделаем, посмотрим. Ну, как бы собрался, да, чемодан баян под мышку, поехал. Приехал, все, обращаю внимание еще, вот, как говорится, немаловажно для тех, кто, если приезжает с регионом, ребят, просто добираться, вообще просто. Здесь прямо вот выходит Соколиная гора, это МЦК, все, она МЦК вокруг идет, даже не переживайте, не думайте, выходит, и она здесь недалеко, мастерская, найти очень легко. Ну, вот, как бы, привезли, Сергей Сергеевич посмотрел, обозначил, как говорится, цену, обозначил, что здесь надо делать, что здесь надо посмотреть, ну, так сказать, грубо говоря, мне некомпетентному, было непонятно, что здесь делать, но вот на данный момент, я сейчас на нем поиграл, я ощутил разницу, ту, которую я сдал, и которой я сейчас поиграл баян, абсолютно на другом инструменте заиграл, хотя он же, конечно, не менее, я эту футку, так сказать, но, тем не менее, я вижу, мягкость кнопок прям обратилась, внимание было очень жестко, обратилось очень сильное внимание на компрессию, компрессия в идеальном состоянии, механовые, красивые, это просто вот... А мы фоточку вставим. Да, 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 фоточку поставим, и вообще, вот, надеюсь, на дальнейшее, так сказать, сотрудничество с Сергеем Сергеевичем буду, соответственно, обращаться, если будут друзья, буду рекомендовать, и вам, ребят, рекомендую, если какие-то проблемы, лучше не ищите за три тысячи, там, керзовый сапог, извините, что я утрирую таким образом. Приехали, отдали гармонь, еще раз скажу, что порядочность, компетентность, как говорится, всегда на связи, всегда подскажет, что надо сделать, где что убрать, все, как говорится, здесь вообще никаких вопросов, проблем. Когда приехать, когда привезти, все, как говорится, просто, как говорится, честь и хвала, спасибо, что вы есть, спасибо, ребят, за вашу работу, здоровья вам, благополучия, здоровья семьи, чтобы дети росли, и чтобы у вас были хорошие, как говорится, клиенты, и не переставала жить душа баяниста. Все, спасибо, Сергей Сергеевич, спасибо. Так, расхвалили, надо планку повышать. Не-не-не, так что будете ехать через Орел, заезжайте, споем, сыграем. Вот человек, как бы, вот рассказал, конечно, коротко, вкратце, у нас баянистов-гармонистов, там, ого-го, какие истории, да, не на один день можно сидеть за столом, если еще так заслушаешься. Поэтому, ничего, вот все как есть, никаких историй, ни приукрашений, там, ну, не знаю, вот, все натурально. Искал, нашел, пришел, вот теперь я имею достойный инструмент, теперь смотрите меня в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь, все, спасибо. А вы точно там будете, потому что талант, он, конечно, присутствует. Спасибо, спасибо, ребят. Всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok